Выступление участников конкурса «Мы ищем таланты» жюри оценивало с учетом исполнительского мастерства, оригинальности, сложности программы выступления, художественной целостности исполнения, наличия национальной и патриотической тематики. Ран-при конкурса взяли брестские таможенники, заместитель начальника отдела организационно-распорядительных документов Екатерина Малахова и старший инспектор отдела идеологической работы Ильян Енбулаев. Так случилось, что нам выпала честь нашему дуэту, отстаивая честь брестской таможни на впервые проводимом творческом конкурсе таможенных органов «Мы ищем таланты». Поехали дуэтом с песней «Сердце земли моей». Она носит очень такой теплый оттенок любви к родине, такой национальный колорит. То, что нас так оценили в Минске, это неожиданно. Я всегда подхожу критически к себе и к своим номерам, поэтому однозначно мы не рассчитывали на такой результат, но мы сделали все, чтобы его получить. Мы готовились, мы продумали видеоряд, который был за нами, мы продумали свой, соответственно, внешний вид, подачу композиции. Поэтому очень горды тем, что получили главный приз. Участники дуэта в творческом плане похожи друг на друга. Оба давно занимаются музыкой, рады возможности продолжать развиваться в этом направлении, совмещая увлечение со службой. Так случилось, что в таможню я пришел без мысли о том, что придется где-то петь. Мне это очень нравилось, но я не ожидал, что и здесь найдется столько места для развития такого потенциала творческого. И так совпало, что нашелся среди коллектива тоже человек, который тоже живет музыкой, часто поет. И возникла идея записать совместную песню, спеть дуэтом. И так это началось, что мы с тех пор периодически выступаем вместе. Мой творческий путь начался с пяти лет. Ровно в пять лет я выступала на сцене кинотеатра «Беларусь» с песней «От улыбки станет всем теплее». Это вот первое мое выступление было. И как-то в связи с тем, что у меня в семье все связаны с музыкой, кроме меня все имеют музыкальное образование. Мой дядя, допустим, родной, он знаменитый автор песен, композитор и певец Олег Аверин, белорусские песняры. У мамы музыкальное образование, у сестры музыкальное образование. Поэтому поем мы в семье все, часто. И сцена доставляет огромное удовольствие. Общение с публикой получаешь, заряд энергии. Поэтому, несмотря на то, что я выбрала другой профиль по жизни, экономические, экономическое образование, и пришла работать в Брестскую таможню, моя душа без музыки жить не может. Поэтому я благодарна безумно и руководству Брестской таможни, и руководству идеологического отдела, и руководству государственного таможенного комитета за то, что они уважают и ценят не только рабочие способности своих сотрудников, но также и творческий потенциал. На достигнутом артисты останавливаться не намерены, да и про службу не забывают. А впереди новые песни, конкурсы и творческие порывы. Изучение новых композиций может быть более ярких. Если нас заметили, то мы должны покорять новые вершины, мы должны развиваться. Поэтому хотим замахнуться на что-то еще грандиознее, и показать себя дальше в каких-то проводимых мероприятиях на уровне таможни. А если пригласят, возможно, и на уровне республики. Почему нет? Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.